Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программа на связи с муниципальной властью. Очередной раз у нас поменялось время программы, мы будем выходить в 19.35, поэтому тем, кто может позже нас посмотрит, включайтесь в наши диалоги, звоните в эфир, задавайте вопросы нашим гостям. И сегодня мы будем с вами говорить о сфере образования. Очень много накопилось в принципе вопросов, ну как я вижу их три основных, которые мы сегодня обязательно обсудим, и поэтому пригласили сегодня заместитель мэра Евгения Шевченко. Добрый вечер, Евгений. И начнем мы вот с чего. Впереди лето, и естественно волнует вопрос оздоровления детей. То есть как это будет проистекать, что нужно делать, какой объем и так далее. Давайте мы нашим зрителям расскажем о том, какие есть планы, что уже подготовлено, сделано, и сколько планируется оздоровить в этом сезоне. Ну, я вот буквально только сейчас еду с открытия оздоровительного сезона. Мы открывали его в детском лагере «Дельфин». Я хочу сказать, что городская власть совместно с депутатским корпусом в этом году предусмотрела финансирование в размере 8 миллионов 940 тысяч гривен. Это мы сможем оздоровить 2079 деток. Это на 350 деток больше, чем в прошлом году. Это как раз и есть такая правильная работа исполнительных органов власти и депутатского корпуса. Хочу сказать, что очень знаковым событием стало то, что мы в том году перерасстрелили 1 миллион гривен в наш лагерь «Дельфин», что позволило нам переоборудовать нашу столовую, туалет, спальную комнату для того, чтобы там могли оздоровиться детки с особо-былыми потребами. И сегодня 4 таких ребенка там впервые присутствуют. Я считаю, что это тоже очень знаковое событие. Я хотел бы поблагодарить еще раз депутатский корпус, все управления, которые в этом были задействованы, общественность, а также руководство лагеря. А какие проблемы сегодня есть в плане оздоровления? Что Вы считаете, что можно было бы сделать, может быть, лучше? Основная проблема была то, что мы не могли в этом лагере оздоравливать деток с такими ограниченными способностями. Но еще раз скажу, что в том году мы нашли возможность и первые шаги по оздоровлению этой категории детей смогли сделать. Я хочу сказать, что там у нас будут оздоравливаться дети социальных категорий, это 10 направлений. Это начинает детей сирот, детей лишенных рыльских прав, детей из многодетных семей, детей участников АТО, дети переселенцев, обдорованные наши дети, талановые, отличники. Поэтому, я еще раз повторюсь, оздороваем 2079 детей, непосредственно в лагере «Дельфин» это 250 деток. И вот сегодня первая смена заехала, 110 деток уже начали оздоровление. Я напомню, вот Вы видите сейчас телефоны нашей студии, звоните, задавайте свои вопросы. И мы сейчас перейдем несколько к таким последним скандалам, связанным с Вашей сферой. И в частности школа номер 36. Многие жители, в том числе и я, видел, я правда на фотографиях видел, но не принципиально, наклейки, в которых Вас обвиняют в том, что Вы не выполнили свое обещание. Давайте расскажем нашим зрителям, в чем была суть обещания и что там вообще произошло. Ну, я расскажу по порядку. Вы знаете, что школа финансируется, именно хорошо финансируется строительство школы последние два года. Вообще она строится около четырех лет. Я хочу сказать, что городская власть на бюджет 2017 года предусмотрела полное финансирование школы, а именно 24 миллиона. К сожалению, депутатский корпус при перераспределении бюджета 23 декабря того года немножко перераспределил деньги, выделив всего лишь чуть более 8 миллионов на школу. Но мэр поставил задачу, приоритет школы номер 36. И мы вот 31 числа была сессия, мы дополнительно профинансировали, подали бюджетную заявку на сессию 17 миллионов на финансирование школы. То есть это полностью финансирование основного корпуса школы. То есть можно сказать о том, что если бы финансирование было своевременно, то школа была бы достроена к первому сентября? Нет, так сказать нельзя, по той причине, что у нас основное направление в школе и приоритетность – это безопасность детей. Вы знаете, что школа была аварийная, мы делали специальные работы по укреплению, мы сжимали металлическими листами по бокам. Это был один из первых способов. А второй – это силикатизация, это укрепление фундамента. Вчера буквально состоялся тендер по этим видам работ. И компания, которая будет проводить работы, только после того, как нам даст гарантию, даст лицензию о выполнении работы, о качественном выполнении работы, мы только потом будем городскому голове предлагать начинать сбор детей к первому сентября. Потому что на сегодняшний день, пока стоит вопрос безопасности, этот вопрос, разговор даже не ведется. Также хочу сказать, что там также присутствует пристройка, которую также надо пристраивать. Мы предусмотрели финансирование, и также тендер уже прошел всего на пристройку, необходимо чуть более 24 миллионов. 2 миллиона 250 тысяч всего лишь есть. По всем технологическим нормам, и нас уверяют об этом подрядчики, невозможно в этом году ее закончить. Потому что там свайная конструкция, набить сваи и так далее. Поэтому говорить о том, что полностью комплекс школы в этом году завершить первым сентября просто физически невозможно. А когда стала известна эта проблема с фундаментом? Благодаря чему такая задержка произошла? Проблема фундамента стала в том году, но к большому сожалению экспертизу на укрепление фундамента делает город Киев. Мы ровно полгода, даже чуть больше ждали оттуда экспертизы. Созванивались по 2-3 дня, просили срочность этого вопроса. Но вот она пришла, когда пришла. И еще раз повторю, вчера состоялся тендер, наконец-то, и мы теперь сможем нормально укреплять фундамент школы. Потому что без этого дальнейшие разговоры вести о наборе в школу, об открытии, просто, мне кажется, невозможно. Ну, я тоже думаю, что и родители, наверное, тоже были бы не в восторге, если бы детям что-то угрожало бы. Тем более, ну, это бы дети наше будущее. Хорошо, тогда, ну, следующий вопрос, тогда сразу же, вот те, кто ожидали эту школу. Ожидали школу, что туда пойдут, ну, я так понимаю, ближайшие, жители ближайших домов. Когда можно ожидать все-таки запуска этой школы? Потому что, ну, в принципе, цифры, фундамент, это, ну, как бы, это объективные какие-то причины. А все-таки хотелось бы, ну, просто понимание, когда эта школа запустится. Ну, вы знаете, к большому сожалению, вот вы начали разговор по 36-й школе с тех вот неприятных моментов, этих там наклеек, там, разных. Вы знаете, к большому сожалению, вопрос 36-й школы просто перерос в политический вопрос. Мне как-то странно, когда те, кто инициирует вопрос, поднимает его, говорит, ничего для этого не делает. Приведу пример. Сессия городского совета была 31 мая. На сессии, еще раз повторюсь, Управление образования целиком и полностью подало финансирование основного корпуса школы. Но почему-то не те депутаты, которые просто это инициировали, не фракции, просто либо не присутствовали, либо не голосовали. Я вот, пользуясь случаем, хотел бы нашим жителям города, пусть зададут вопрос. Своим депутатам. Своим депутатам. Почему депутаты ходят на профильные комиссии, инициируют вопрос, обвиняют исполнительную власть о том, что мы ничего не делаем, но сами просто либо не приходят на сессию, либо не голосуют. То есть невозможно, такой позиции нет. Надо либо голосовать за, либо против. А когда депутат присутствует и просто не голосует, хотя эта школа находится в приоритете, не только у города, но и у фракции определенной, для нас это непонятно. На сегодняшний день, еще раз повторюсь, все разговоры, связанные с открытием школы, поверьте мне, мы все, городской голова ставил задачу эту неоднократную, начальник управления образования об этом знает, и я, все вместе, очень все хотим, хотели и будем хотеть открыть ее 1 сентября, но еще раз повторюсь, 1 сентября 2017 года, но еще раз повторюсь, для нас самое главное это безопасность детей. И эти разговоры мы все будем поднимать только тогда, когда будем понимать, что школа действительно безопасная, качественная, и может принять детей и дать тот учебный процесс, который нужен детям. В какую сумму нам выливается ремонт этой школы? Более 50 миллионов. То есть, для того, чтобы отремонтировать школу, надо выделить 50 миллионов? Более 50 миллионов. Скажите, если вы помните, у нас не так давно был депутат Лепешев, он говорил о том, что на Северном строится, первый раз вообще строится, а сколько там, какой там объем финансирования? Там объем финансирования, конечно. Мы также предусмотрели, управление образования 31 числа на сессию вынесло дополнительно 45 миллионов. Это те деньги, которые нам депутаты довели по переспределению. Из них 17 миллионов, повторюсь, ушло на школу номер 36, а 3 миллиона мы заложили на строительство, новое строительство детского садика на Северном. Ориентировочная стоимость детского садика, ну, примерно будет около 90 миллионов. То есть, это фактически, вот, отремонтировать школу, это половина садика, фактически? Фактически, да. Это садик на голом месте, на ровном, со всеми коммуникациями. А вот садик сейчас, ну, это, как бы, новая постройка, да? Когда последний раз строились подобные, собственно, учреждения? Если я не ошибаюсь, последний детский садик, который построили, это 143-й на Номыве. Это был, по-моему, 11-й или 12-й год. Дело в том, что детский садик на Северном, он крайне необходим. У нас есть три района города, там, где очередность поступления в детский сад очень высока. Это Северный, это Варваровка и это Промзона. Поэтому строительство детского садика на Северном, там очень много молодых семей, очень много... И он еще растет, да. И он растет, и у нас там, к сожалению, и школа, и детский садик в одном корпусе. С одной стороны, вход в школу, в другой детский садик. Поэтому проблема эта очень большая, и я также благодарен депутату Лепешеву, который инициировал, постоянно поднимает этот вопрос, не дает нам забывать об этом. Но мы, я уверен, в этом году проведем тендер, начнем строительство этого детского садика, ну, а будем стараться через пару лет все-таки его построить. Есть еще один вопрос, который, я уверен, у наших зрителей уже созрел. Ну, коль я обещал, что мы рассмотрим все наши такие скандальные моменты, гимназия номер два. Для наших зрителей, кто помнит или кто не помнит, я напомню, началось с того, что одна из мамочек этой школы, сделала фотографию на доске объявлений, где в такой требовательной форме, вот если так мягко сказать, в требовательной форме было обязательство сдать определенную сумму денег в зависимости от категории учащихся. И я вам, Евгений, напомню о том, что были осенью у нас, где говорили о том, что учебное заведение, где будет принудительно собираться деньги, каким, любым способом, директор такой школы будет уволен сразу. Вот давайте теперь разбираться, что произошло во второй гимназии. Да, действительно, есть такая ситуация, такой прецедент. Вторая гимназия, 59-я начальная школа. Ко мне пришли родители с общественностью с тем вопросом, который вы сейчас озвучили, о том, что собираются деньги, определенная сумма этих денег, она стабильная. Каждый месяц, и родители просто пришли даже не с тем вопросом о том, что, почему собирается, целевое назначение этих денег, я абсолютно их поддерживаю, считаю, что родители должны знать, куда идут деньги, которые они сдают. Если вы помните, когда я был на эфире, да, я действительно так говорил, и у нас внутренний приказ управления образования о том, что мы закрыли фонды все в школах, но родители, если по своему собственному желанию хотят собирать деньги, как это происходит во второй гимназии, 59-й школе, у них там существует фонд порядка 20 лет. Там есть руководитель фонда, там есть работники, они там получают заработную плату, они проводят там конференции, отчеты, если я не ошибаюсь, раз в квартал отчитываются за те деньги, которые родители сдают. Но мы считаем, что неприпустимо в приказном порядке вывешивать вот такие стенды с суммой денег, которые должны родители сдать. Потому что сегодня, если есть возможность знать 100 гривен, завтра 200, а пусть завтра там 500. А конкретно говорить о том, что вы должны 300 гривен сдавать каждый месяц, хотите, не хотите, мы считаем, что это недопустимо. Что касается увольнения директоров, когда пришли ко мне эти общественники, я прямо с ними, с своего рабочего места, сразу направился в эту школу. Я вам предложил, пойдемте посмотрим, как исполняется распоряжение городского головы. Напомню, есть распоряжение городского головы о информационных стендах. То есть, заходя в любую школу, либо детский сад, вы на информационном стенде, в стенде для родителей можете видеть три такие бумаги. Первая бумажка, там где будет написано, сколько денег школа попросила, то есть бюджетный запад школы, бюджетных денег. Второе, сколько выделили. И третье, сколько родители собрали и куда эти деньги направили. То есть, когда я пришел в школу, а я после того, как было издано распоряжение городского головы, объехал почти все школы детской сады, проверил это, я, к сожалению, не увидел этой первой бумаги о бюджетном запросе. Сколько попросила денег не 59-я школа начальная, а именно 2-я гимназия. И я вам скажу, за невыполнение распоряжения городского головы директор получил выговор. То есть, я считаю, что это неприпустимые вещи, потому что у нас на сегодняшний день бюджет города позволяет финансировать школы. Ну, я помню, вы говорили о том, что был даже специальный фонд, который даже ручки, листочки и так далее, все уже финансируется. Мы этого и не поменяли. И на этот год я вам скажу, что мы 3 миллиона 800 тысяч выделили на моющие средства, на бумагу, а также около 400 тысяч мы планируем выделить на воду для детей. Будет это либо кулер, либо такой фонтанчик, но мы еще определяемся. То есть, будет очищенная вода для наших деток. Но когда заходишь в учебное заведение и видишь о том, что школа не просит, хотя, если честно разобраться, если вы были во второй гимназии, то увидите, там она оставляет желать лучшего. Там есть, как ремонтировать и коридоры, и классы, и туалеты, и так далее. Но зато с родителей занимаются большие деньги. Я считаю, что это тоже недопустимые вещи, поэтому мы в этом вопросе сейчас будем разбираться. Проблемы действительно есть, хотя скажу, что ко мне также пришли уже около ста родителей, которые говорят о том, что их все устраивает, устраивает фонд, устраивает то, как собирают деньги. Но, понимаете, мы же должны учитывать мнение всех родителей. Невозможно одних слушать, других не слушать. Поэтому вопрос непростой, вопрос серьезный. Еще раз повторюсь, родители, только родители, должны заниматься сбором денег и решать, куда эти деньги будут направляться. Ни директора школ, ни заведующие, ни учителя не должны иметь к этому никакого отношения. Но вот тут сразу возникает вопрос. Одним из соучредителей этого фонда является действующий директор школы. Да. Есть тоже такой вопрос. Я поднимал этот вопрос. Это не наносит ли это какую-то коррупционную составляющую? Вот по этой причине в комплексе директор получил за это в том числе и выговор. Я скажу, что мы этот вопрос также отрабатываем. Мы будем предлагать директору выйти с учредительства этого фонда. И я вам скажу, что это единственный фонд, который находится на территории школы города Николаев. Я считаю, что у нас во второй гимназии 59-й школе есть куда использовать помещение. Поэтому мы будем предлагать этому фонду освободить помещение и находиться в каком-нибудь другом месте. Если родители будут желать, то без вопроса. Пусть фонд остается, пусть они перешивают заработную плату. Но рационально использовать помещение мы должны в нашем... Я хочу один момент прокомментировать про работу этого фонда. На отчете была озвучена цифра 304 тысячи, была потрачена на книги Кобзарь и Парлына Украины для награждения. Я ради интереса зашел в интернет и посмотрел, сколько стоит одна книга и вторая. Парлына Украины, это, кстати, книга авторская, ее издает книжный клуб, то есть там вариантов нет. У нее нет никаких изданий. В общем, в результате у меня получился комплект порядка 350 гривен. И если просто эту сумму посчитать, то кого? Две тысячи человек наградили. Я это к чему говорю? Ну, хорошо, родители решили, собрали деньги в фонд, но все равно это же нельзя так бесконтрольно отпускать, когда, ну, это такой, ну, как по мне, это вопиющий факт. Вопиющий факт, еще раз повторяю, книги это очень хорошо, но проблема основная, к которой пришли родители. То есть они сдают деньги, да, там 300 гривен, 250, там, я не помню, 290, и они хотят знать, куда они идут. У них должны спросить, будут ли это книги Кобзарь, либо это будут новые туалеты, либо новый кабинет для информатики, который там нужен, либо что-то еще, понимаете? То есть это самый главный вопрос, целевое назначение этих денег. Я когда сдаю деньги, я должен знать, куда они пойдут. И согласен ли я, как родитель, эти деньги сдавать там на книги, или туда, или туда. И это нормально, я считаю. Поэтому, мне кажется, вот эта ситуация здесь с фондом. Фонд работает очень много лет, но, мне кажется, пусть он работает за территорией школы, родители сами определяются, нужен он или нет. А вы, как все-таки профильный зам городского головы, вы можете как-то на эту ситуацию влиять? Ну, к большому сожалению, фонд избирается родителями, и деньги, которые платят родители, получают они заработную плату тоже с этих денег. То есть единственный вопрос, который не нравится нам, еще раз повторюсь, это то, что мы имеем сегодня хороший бюджет, и мы имеем возможность профинансировать не только вторую гимназию 59-й школу, но и все школы, как мы и делаем. Но очень странно видеть, когда запрос маленький, а с родителей взяли много денег. То есть для нас это непонятные вещи. То есть школа должна попросить нормальную сумму. Если мы выделили меньшую сумму, а не выделили часть, то это уже вопросы к нам. Но когда просят мало, Вы даете? Мы даем столько же, сколько просят, а с родителей просят вот так, то для нас это непонятно. Что же делать в этой ситуации? Ведь по большому счету скандал во второй гимназии, я больше вам скажу, вот о той программе, которую мы упоминали, когда было такое яркое, по моему мнению, заявление, очень много комментариев было уже постфактум, через месяц, через два, многие родители писали о том, что продолжают собирать, как собирали, ничего не изменилось. Я так понимаю, что это проблема системная. Как ее решить сегодня? Если у нас есть возможность, Вы можете обратиться к нашим зрителям. Это в принципе большинство из них каким-то образом относятся к нашей системе образования. Дети, внуки. Знаете, я считал, считаю, буду считать, что рыба гнев с головы. И руководитель учебного заведения, второй гимназии, 59-й школы, это те люди, которые должны, помимо учебного процесса, вести хозяйственную деятельность. Если что-то в школе происходит не так, или она не просит бюджетное финансирование, или плохие туалеты, или кабинеты, это все равно вина руководителя. И за это, в том числе, руководитель получил, еще раз повторюсь, догану. Поэтому эти вопросы надо решать в комплексе. Я, конечно же, обращусь к жителям города, есть телефон приемный, 37-30-99, вы звоните, обращайтесь. Еще раз повторюсь, если есть будут факты таких вещей, когда, вы знаете, за последнее время очень много этого происходит, когда там, например, нашим детям в дневники вклеивают какие-то бумажки с тем, что принесите, деньги сдайте, или там через кого-то пытаются это передать. Проблема есть. Мы ее решаем, и я уверен, что мы ее решим. Поэтому, если у вас есть факты, обращайтесь, мы будем очень внимательно, ответственно на это реагировать. Может быть, стоит, ну, это как бы таки рассуждение больше моего, как обывательское, может, стоит ужесточить какие-то кадровые решения, ужесточить кадровую политику, потому что, ну, действительно, сегодня, сегодня очень много, даже в том же Фейсбуке и так далее, много постят о том, что там попросили, там попросили, там попросили. Может быть, может быть, просто вопрос, знаете, почему еще, вот люди особо в это не верят, потому что, может быть, ну, как бы, нет таких быстрых, ярких, ну, не расправ, а решений. Ну, я где-то с вами согласен, я скажу, что это не единственная догана, вот этому руководителю, мы объявили уже несколько доган в других учебных заведениях. Второй доганы, вы знаете, не бывает, поэтому, я думаю, что все руководители наших школ, детских садов, которые меня сегодня слышат, скажем так, услышат меня, я просто хочу, чтобы они меня услышали и работали на своих местах. Они все профессионалы, просто мне хотелось бы, чтобы они ответственно подходили к этим вопросам. Не скрою, я вам расскажу такую завесу, у нас вот приближаются, заканчиваются контракты у некоторых руководителей учебных заведений, а именно, по-моему, 17 человек, и так далее, и около пяти или семи, сейчас точно вам не скажу, пяти, по-моему, мы продлевать контракт не будем. Это также связано с тем, что вот такие вот нюансы происходят в их учебных заведениях. Да, это может не популярная мера, но вы правильно сказали, не кнутом. Пряником не получилось? Пряником не получилось. Да, хорошо. Вот тогда у меня сразу же возникает практический вопрос. Я уверен, что многие из зрителей, сейчас, глядя на, ну, слушая вас, задали себе вопросом, что конкретно мне делать, если у меня там просят, если у меня там, на что могут просить, на что можно сдавать, на что нельзя сдавать, даже вот если мы говорим о добровольном создании фонда, ну, то есть, скажем, я откровенно скажу, что моя дочь в свое время тоже училась, ну, скажем, в садике, в школе, куда мы дополнительно сдавали деньги, ну, просто мы их прозрачно видели, куда они тратятся. А вот те люди, которые вот хотят, ну, не то, что хотят, а, наверное, все хотят какой-то определенной справедливости и прозрачности, когда деньги не идут, там, на шторы не списываются миллионы, ну, это самая, наверное, притча в языцах, это киевские шторы, если помните, такая была история. Я хочу сказать, по большому счету, в фондах и в том, что родители собирают деньги, нет ничего плохого, это их не инициатива. Но вы правильно сказали, это должно быть все прозрачно. Тем родителям, которые неоднократно ко мне обращались, я слышал много там интернет-изданий, из новостей о том, что вот мы боимся говорить, я хочу ответственно заявить, что я вам гарантирую безопасность ваших детей, которые будут учиться и в детских садах, и в школах, и в вашу личную. Не будет таких разговоров, что если вы не сдадите или расскажете, то завтра вы там не будете учиться и так далее. Вы можете приходить мне, ко мне на личный прием, звонить телефон приемный, я с удовольствием всех приму и поверьте, эти вопросы мы все решим. Я прогарантирую это однозначно. Поэтому тут не надо на какие статьи расхода вот можно сегодня собирать деньги? Вот то, что вы не можете дать. Ну, я не знаю даже, как это так... Родители могут собирать на любые статьи расходов. Ну, вот, допустим, есть класс. Ну, вот мы выделили из бюджета города, например, замену окон или покупку мебели. Ну, вот родители собрались классом и решили, вот мне нравятся им там те же шторы или мне нравятся им там доска. Это их право. Они решили, собрались на своем совещании, определили сумму, сколько это стоит, выделили эту сумму, купили, привезли это оборудование в школу, поставили на баланс школы, передали школу. Это как бы годины в НЭСе. И этот находится, ну, там, шторы, там, доска или там телевизор находится в этом кабинете. Но оно находится уже на балансе школы. Спасибо большое, Евгений. Мы в наше время, к сожалению, мы исчерпали. Ну, и в завершении программы думайте на тему, на что вы сдаете, как вы сдаете. И самое главное, контролируйте, чтобы ваши деньги, потом, вот как Евгений Шученко сказал, обязательно все, что вы купили, должно становиться на баланс, а не являлось частной собственностью либо классного руководителя, либо директора школы. Это благотворительный взнос, который вы делаете для школы. И, соответственно, школа начинает владеть этим имуществом. Это очень важный вопрос. На этом я с вами прощаюсь до следующей среды. Напоминаю, что время нашей программы 19, во время выхода 19.35, телеканал Николаев. Не переключайтесь, с нами всегда интересно. Субтитры создавал DimaTorzok